Здравствуйте! В эфире Россия 24 Вести Ульяновск в студии Гульнары Шарипова и в начале коротко о самых ярких моментах выпуска. Программа переселения из аварийного жилья выполняется с опережением графика. Реализацию региональных проектов проинспектировал председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Зарплаты продолжают подниматься. Рассказываем, как строительные предприятия включаются в компанию по повышению доходов сотрудников. Сердце отдаю детям. Проект ульяновских педагогов признан одним из лучших в стране. И вновь федеральные гости. Ульяновскую землю с рабочим визитом посетил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Главные темы визита – переселение из ветхого аварийного жилья и реализация региональной программы капремонта. Тему продолжит Максим Бажанов. В ветхих бараках жить опасно для жизни. Это понимают все, а потому регион ускоряется. Программу переселения из аварийного жилья выполнят досрочно. До конца 2023 года ульяновцы переедут в новые квартиры. Все благодаря федеральной поддержке. 100 миллиардов рублей, заложенные на реализацию проекта в 2024 и 2025 годах, по всей стране переместили на более ранний срок. Ульяновская область к 2023 году досрочно выполняет программу переселения из аварийного жилья. Те граждане, которые были выявлены на январь 2017 года, это почти 3000 человек. И столько же нам нужно будет переселять еще. И мы сегодня обусловились о том, что Ульяновск готов взять на себя повышенные обязательства, тем более средства бюджетные есть. Чтобы не доводить другие дома до ветхого состояния, в области работает региональная программа капитального ремонта. Жители 12-го дома на улице Курунковой с ней хорошо знакомы. За несколько лет сделали кровлю, златали межпанельные швы, отремонтировали подъезды, установили погодник. Одним словом, сделали свой дом по-настоящему энергоэффективным. Цифры говорят сами за себя. В 2019 год мы сэкономили 648 тысяч рублей на отопление за весь сезон. За 2020 год 943 тысячи, и за 11 месяцев мы сэкономили 450 тысяч рублей. Следующая цель жильцов – установить новый лифт. Тема, кстати, актуальная для региона. 2800 лифтов по всей области считаются устаревшими. Вопрос уже решается. Замену лифтового оборудования впервые включили в программу по капремонту. В следующем году заменит свыше 180 опасных лифтов. На эти цели в региональном бюджете заложены 230 миллионов рублей. Ожидается федеральная поддержка. У нас разработана программа поэтапной замене этих лифтов. Мы ее сейчас еще, как сегодня условились, подкорректируем в сторону увеличения. Все необходимое у нас для этого есть. Есть средства, заложенные в региональный бюджет. Сейчас мы еще подкорректируем его в сторону увеличения. И задачу этого будем выполнять. Параллельный регион работает над упрощением самого входа в программу капремонта. Мы сегодня обратились, в том числе и за поддержкой, в части поддержки инициатив законодательных на федеральном уровне, которые бы позволили разбюрократить частично ряд позиций, и которые связаны именно с капремонтом. В будущем это позволит ускорить процесс обновления многоквартирных домов. Как следствие, большее число жителей области получит комфортное и безопасное жилье. Максим Бажанов, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области продолжается работа, инициированная Алексеем Русских по повышению заработной платы жителям региона. В частности, в строительной отрасли отмечен рост доходов сотрудников на показатель от 10 до 20%. Предприятия подписывают соответствующие соглашения с областным минстроем, правительством региона и муниципалитетами. В октябре месяце мы с Министерством строительства Ульяновской области подписали соглашение об увеличении заработной платы на 15%. Чтобы мы успешно это сделали на сегодняшний день, зарплата увеличена. Также планируем в первом квартале следующего года, ну, может быть, даже во втором, увеличить еще дополнительно. Работает специальная отраслевая комиссия, которая проверяет, насколько активно строительные компании выполняют взятые на себя обязательства. Нарушений пока не зафиксировано. Строительные организации, которые уже подписали соглашение, выдерживают установленные графики. Обязуемся в следующем году зарплату всем сотрудникам нашей компании повысить, несмотря на то, что она и так вроде бы на достойном уровне, но этому вниманию, с учетом инфляции, с учетом роста цен, этому будем удивлять постоянное внимание. Общее число сотрудников строительных компаний, подписавших в октябре соглашение о повышении заработной платы, составляет 2,5 тысячи человек. Проект ульяновских педагогов признан одним из лучших в стране. Второго места во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» удостойна программа «Я иду в планету». В Казани, где подводили итоги смотра, разработку коллектива одноименного детско-юношеского центра представила Валентина Полуянчик. «Сначала нам нужно найти имя Ваня. Да, где твое имя? Давай найдем. Ваня». «Точно. Бери карточку. Приди тебе ее самому вверху. Отлично». Составление расписания – это уже часть урока. Детям с расстройством аутистического спектра важно проговаривать каждый дальнейший шаг в стенах образовательного учреждения. Это дает чувство защищенности, а карточка с фотографиями педагогов помогает сориентироваться в ситуации. Сам проект интерактивного расписания стал частью программы, признанной одной из лучших педагогических разработок страны. «Общие цели нашей работы – это развитие социально-бытовых навыков и умений, развитие навыков коммуникации, в том числе альтернативной, развитие представления о себе, о своем окружении у детей с нарушениями развития». Над адаптированной, дополнительной, общеразвивающей программой «Творчество, игра, развитие» работают четыре педагога. Каждый над своим направлением. По особым методикам детей учат читать, читать, рисовать, общаться со сверстниками, комфортно чувствовать себя в быту и на учебе. Особенности развития здесь не важны. Единственное ограничение – возраст. Программа подходит для ребят от 5 до 15 лет. На финальном этапе Всероссийского конкурса обо всем этом педагог-психолог рассказала в формате открытого урока и при помощи мультфильма, созданного вместе с учениками. «Показывала я, конечно, занятие свое, но в него входила на самом деле и мультипликация, и социально-бытовые навыки, правила поведения в организации и на проезжей части. То есть из каждого блока нашей программы туда входили какие-то знания». Главное, после занятий по данной программе и освоения ребенком всех ее направлений, он без особых проблем может общаться с нормотипичными сверстниками и продолжит свое образование в кружках мультипликации, робототехники, рисовании. «Любой конкурс – это большая работа. Большая работа и самого педагога, большая работа команды, которая готовит педагога к этому конкурсу. И, соответственно, то, что мы смогли пройти в очный этап, то, что смогли представить опыт, такой большой наработанный опыт нашего учреждения по работе с особенными детьми, а, естественно, это тоже достижение. И то, что мы смогли показать этот опыт другим педагогам, то, что кто-то, возможно, сможет использовать в своей работе, это тоже здорово». «Свою жизнь» программа «Лауреат» продолжит в стенах родного учреждения. Сегодня по ней уже занимаются 45 детей. Желающих увеличить эту цифру столько, что к работе над проектом приглашают новых педагогов. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. Ульяновск засиял разноцветными огнями. В областном центре начали подготовку к новогодним праздникам. Мерцающие огни, яркие инсталляции и световые фигуры. Словно все вокруг говорит о приближающихся праздниках. Разглядеть красоту можно в темное время суток. В первый день зимы на Соборной возвели главную елку города. Селеная красавица в этом году полностью сменила имидж. Изменится и оформление площади. «Хоток перенесут на сторону из планады, оформят его световыми гирляндами. Также в районах города будет установлено более 16 километров новых гирлянд «Клиплайт». Заменят световые кронштейны на опорах электросвещения. Установят лавочки на центральных местах проведения мероприятий». По-новому заиграют и центральные улицы города. Появятся новые фигуры, праздничные фонари и гирлянды. «Посмотрите, какие красивые елочки у рейдского района центра. Какие красивые афиши, новогодние сказки с оркестром. Прекрасно!» «Снежок закружился и уже, тем более убранство такое, яркое, елочки. И появляется хорошее настроение». Работы по украшению города завершены. Для полной картины праздника не хватает только снега. А вот какой будет зима в регионе, покажет время. И смотрите сразу после нашего выпуска «Вестей» программу «Арт-студия». В гостях у Александра Филатова, театральной режиссер и актриса Александра Джунтини. На сегодня у нас все. Далее информация о погоде. Я же с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Слабая гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов мороза. В Ульяновске минус 6, минус 8. Завтра днем по области от минус 2 до 3 градусов тепла. В Ульяновске около нуля. На дорогах местами гололедица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова